Накануне Брестский горосполком стал площадкой для дипломатических переговоров сразу с несколькими высокопоставленными гостями. Темой обсуждения председателя горосполкома Александра Рогачука и чрезвычайного и полномочного посла Великобритании в Беларуси Фионный Гиб стало двустороннее сотрудничество. Внешнеторговый оборот Бреста с британским партнером, по данным за прошлый год, составил более 4 миллионов долларов. Пока Беларусь для Великобритании остается малоизученным рынком. В свободной экономической зоне Брест ни одного представителя с английским капиталом. Кроме того, следует налаживать побратимские связи. Еще в 2012-м между Брестом и Молдоном был подписан договор о намерениях, но за 7 лет побратимами города так и не стали. В целом разговор получился многоплановым, серьезным и честным. Здесь, конечно, немножечко чуть-чуть в силу географии и других факторов, может быть, тема более отдаленная. Но стратегически тоже мы будем рады, если среди резидентов свободной экономической зоны появится резидент с английским капиталом. К сожалению, британский бизнес не присутствует массово на рынке Беларуси, так как рынок вашей страны не является достаточно известным для нас. Но мы надеемся, что ситуация со временем будет меняться. Что касается Бреста, то, возможно, британскому бизнесу будет интересна сфера сельского хозяйства, производства мебели и бытовой техники. Продолжилась встреча с британским послом в Музее спасенной художественной ценности, где 85-летний брещанин Владимир Губенко презентовал свою книгу «Брест. Моей памяти. 30-60-е годы XX века». В нее вошли рисунки, сделанные по памяти и по рассказам друзей. Презентация прошла с участием краеведов, историков, художников, представителей дипломатического корпуса. Автор очень искренне относится к Бресту. Не менее трепетно прониклась и городом, и важный гость мероприятия – Фионна Гибб. Я была в Брестской крепости. Интересное и в то же время очень грустное место. Также посетила несколько музеев, один из них – «Историю города Бреста». Хотела, чтобы в музеях было бы побольше информации на английском языке. Особенно хочу отметить ситуацию с обнаружением останков узников гетто. Мне понравился подход к решению ситуации. Еще хочется сказать, у вас замечательный мэр, очень динамичный, посвященный своему делу, переживающий за развитие города. Видно, что он очень любит свое дело. Диалог с серьезным акцентом на расширение торгового сотрудничества состоялся и с представителем Венгрии. Рассмотреть более детально Брест в качестве площадки для взаимовыгодного взаимодействия предложили послу Венгрии в Беларуси «Желту Чутори». Беларуси и Венгрию объединяют не только одинаковые цвета национального флага, но и многие другие аспекты. Внешний торговый оборот между Брестом и Венгрией за 2018 год составил более 14,5 миллионов долларов. Интересным акцентом на переговорах стала тема производства сельскохозяйственной техники. Зарубежные гости заинтересованы в приобретении качественного оборудования. Беларуси – страна возможностей. У вас промышленность, у вас сельское хозяйство, такое развитие, у вас образование, у вас жить так хорошо. У нас каждый второй трактор – это из Беларуси. Очень популярны еще. Продовольственные питания уже начали возить. «Я лично всегда организую. Это не экспорт с вашей стороны, не импорт с нашей стороны, но я покупаю здесь вещи и посылаю домой. Очень много любят. Конфеты у вас, водка. Пиво не хуже качества, чем в Венгрии. Это из-за того, что у вас чистая вода и хорошая техника». «Те инвестиционные точки, которые он назвал возможные, они абсолютно совпадают с нашими потребностями в инвестировании именно в эти отрасли. Это отрасль производства сельскохозяйственной техники, машиностроительного, машиностроения. Это наша пищевая промышленность, это другие направления. Поэтому мы даже будем сами настаивать, чтобы как можно быстрее привезти сюда представителей венгерского бизнеса, именно наш город». Можно ли сделать туристические поездки от Бреста до Будапешта популярнее? И появится ли на венгерском рынке сельскохозяйственная техника под брендом «Сделано в Бресте», тем самым придав новый импульс экономике? Ответы на эти вопросы даст время, пока дипломатическая дружба между странами набирает обороты в экономике, культуре и социальной сфере. «Состоялись две встречи с представителями государства, которые имеют развитую экономику, высокий уровень жизни, но которые пока не до конца видят тот потенциал, который есть в инвестирование в наш город Брест, в нашу свободноэкономическую зону или в какой-то другой вид производства. Поэтому главная цель этой встречи, пусть не очень быстрая, одномоментно, но сориентировать инвестора из этих стран для вложения средств в наш город Брест. Вторая составляющая – это узнаваемость Бреста, это туристическая привлекательность нашего города. Это тоже очень важно. Ну и третья составляющая – это абсолютно нормальное желание представителей своей страны посмотреть на те преобразования, которые происходят в городе». Виктория Нечаева, Юлия Селюк, Эдуард Букнович, Андрей Щерба, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Телекомпания «Бук-ТВ».